Друзья, с вами Игорь Шпеньков и Александр Белаш. Это 19 серия. Я надеюсь, что для вас это уже продолжение, но если вдруг для вас это первая серия, то обязательно посмотрите все серии на моем канале, на моем youtube канале с 11 поэту. Мы продолжаем тему противодействия вооруженному ножом противнику и сегодня будет уже достаточно сложное упражнение. В прошлый раз мы прорабатывали технику от одиночного удара снизу, но это был удар в полную силу, удар мощный и следующим логичным шагом развития предыдущей техники будет уже работа с серией. Мы будем наносить серию ударов в область корпуса, в область живота. Это будет полноценная мощная четкая серия, когда задача одного противника будет достать. Задача другого противодействовать. Давайте посмотрим, как это выглядит и что нам понадобится для проработки. А нам понадобится вот такой вот жилет, этот эквандийский жилет. Аналогов на самом деле на рынке сейчас очень много. Задача, чтобы я мог и своей имитацией, имитацию лучше делать твердую, то есть это не гибкие имитации резиновые, пластиковые, это именно деревянная имитация с сердечником из дерева, которая мне позволит работать в полную силу. Соответственно, мы сейчас на Александра одеваем жилет и по ходу уже будем разбирать техники. Давай я помогу. Почему мы делаем так? Потому что, чтобы формировать какой-то навык, чтобы формировать какую-то технику, вы должны понимать, от чего эта техника будет применена. И если уж мы говорим про ситуацию конфликта, про какую-то экстремальную ситуацию, то для выхода из этой ситуации решает далеко не техника. Решает состояние, намерение, понимание, как действовать, умение гибко мыслить, умение концентрироваться на конкретных вещах и умение держать объем пространства. То есть вы должны понимать, где вы находитесь, что вы делаете, уметь работать в этих состояниях. Потому что когда человек первый раз попадает в экстремальную ситуацию, у него может образоваться так называемый синдром туннельного зрения, когда все внимание сужается до уровня глазка. Человек ничего не видит и за счет этого он может просто погибнуть. Один из важнейших навыков в подобных экстренных ситуациях это видеть то, что происходит вокруг. Адекватно, хотя бы даже адекватно видеть, что происходит вокруг. Но при хорошей тренировке поле вашего зрения будет даже больше, чем у человека в обычном состоянии. Поэтому мы тренируемся. Итак, смотрите, в чем будет задача. У меня имитация. У нас есть определенная заранее область. Это будет как в прошлом уроке. Это область живота, потому что это самый распространенный удар, от которого люди, к сожалению, погибают. Но это не какая-то конкретная одна траекториях. Это область. Потому что я могу наносить удар чуть сбоку, могу наносить удар чуть снизу, чуть с другой стороны. И я могу наносить удар один, могу сделать два, могу сделать три. Могу сделать медленный удар или быстрый удар, или быстрый, а потом медленный. Александр не знает, что сейчас будет для безопасности. Я на себя тоже одену кое-какие щитки Потому что он будет сейчас блокировать мои руки Ну и чтобы друг друга не травмировать Лучше приготовиться Еще очень важно Мы в проекте Мирный воин придерживаемся такой позиции Что тренировки должны быть безопасными Мы занимаемся для того, чтобы развиваться А не для того, чтобы просто на тренировках себя покалечить Поэтому следите за техникой безопасности Используйте экипировку И используйте свой мозг Итак, условия задачи Задача для меня Достать его в область живота Все, вот корпус, живот, корпус, бока Для меня это мишень, для меня это цель Я не ограничен в технике Я использую нож, имитацию Которая мое сознание воспринимает как нож И его сознание воспринимает как нож Его задача любой техникой Защититься, убежать Отпрыгнуть, спрятаться, заблокировать Схватить мою руку Я не знаю, что он будет делать Мне без разницы Я выполняю свою задачу Он выполняет свою задачу Задача понятна? Готов? Задача понятна? Задача понятна? Задача понятна? Чтобы у вас не было иллюзий Это крайне сложное упражнение Даже несмотря на то, что здесь всего лишь одна область Я бью по-настоящему Я хочу его достать И у меня есть большой запас вариаций Несмотря на то, что зона ограничена Поэтому еще раз настоятельно рекомендую Не просто посмотреть предыдущие видео Но и позаниматься по этим упражнениям Итак, еще раз То же самое Мы примерно начинаем с такой дистанции Готов? Готов Ну давайте еще раз попробуем Посмотрим Готов? Два удара Видите, всего лишь за три За три таких попытки Уже был определенный прогресс То есть, да, удары прошли Это пока еще Так скажем, если с точки зрения экзамена Это пока еще не зачет То есть, нужно еще много работать Но Мне Как человеку номеру один Который атакует Первый раз было легче всего Второй раз было уже сложнее Потому что Александр начал адаптироваться Третий раз Было еще сложнее И так, если мы будем дальше тренироваться Наступит тот момент Когда уже будет ситуация в противоположную сторону Да Теперь мы меняемся Я передаю Александру имитацию Снимай жилет Сейчас я одену на себя Друзья, обязательно пользуйтесь Защитной экипировкой Это позволит сделать ваши тренировки Более Более практичными И более безопасными Не пренебрегайте техникой защиты Мы же все-таки для здоровья это делаем Для развития Друзья Значит смотрите Для меня на самом деле Я тоже не знаю Как он будет атаковать Что он будет делать И моя задача сейчас Вот сохранить эту область Четко ее сохранить Как сработает тело Я не знаю Поэтому это упражнение Оно и является таким тестовым Чтобы вы выявили свои ошибки Готов Готов И глаза Но тем не менее Это была не чистая Не чистая работа Я тоже пропустил один удар Насколько он был смертельный Или не смертельный Непонятно То есть Вы не думайте Что это просто Александр не просто человек Он подготовленный человек Идем дальше Готов Пах Глаза Ну веди камеру Сейчас уже была более чистая работа Потому что я пошел в атаку Ну и давайте третий вариант Ну и давайте третий вариант Готов Ах И глаза И вот сейчас уже была чистая работа Потому что я не ждал Когда меня будут атаковать Я пошел в атаку сам Теперь давайте разберем Что только что происходило Итак Первый вариант Несколько ситуаций с Александром У Александра была четкая позиция Защититься Остановить руку Как-то схватить В итоге она безуспешна Потому что Когда атака идет по нарастающей Защититься невозможно Ну возможно Если ваш противник заведомо слабее Если же ваш противник на вашем уровне Или даже выше Что как правило и бывает Данный алгоритм Данная методика Как вы увидели Не очень оказалась эффективной Когда мы поменяли картинку И я в первом эпизоде Тоже специально стал в позицию защиты Получилось, что у меня было ранение То есть я все равно Задачу выполнил до конца Но Это было не чистое выполнение Потому что Насколько опасное там было ранение Это сложно вот так вот В ситуации тренировки Сымитировать Чуть туда, чуть сюда Нельзя оставлять шансов В подготовке вы должны Идти очень точно Понимать алгоритм Понимать методику Поэтому во второй и третьей попытке Я полностью трансформировал свой настрой И Как вы видели в замедлении Уже была Не Попытка уйти Убежать Хотя в данном случае Можно было выбежать Просто из зала Но мы сейчас технику разбираем Уже Я начинал работать на упреждении Начинал обозначать Его атаковать И как вы сами видели На видео с замедлением Это все прошло достаточно эффективно И у меня были Четкие цели Первое Я стремился достать Жизненно важные органы И это были Пах И глаза Я был ограничен в технике Ну, чтобы друг друга не травмировать Ну и Александр был тоже ограничен в технике Поскольку у него была Конкретная задача Вот с одной стороны Это упражнение С определенными ограничениями В определенных рамках Но с другой стороны С точки зрения вашей психики Вашего состояния Здесь было четкое противоборство Мы не делали Какую-то технику Это было упражнение На задачу И когда вы Через ряд таких упражнений Проходите У вас появляется Нечто большее Чем просто Отработка Каких-то отдельных элементов Потому что Когда живой человек По-настоящему Хочет достать Это не так просто Когда идет удар вниз Друзья Мы все с вами Много этого видели И это здорово в кино Но жизнь и кино Это разные вещи Поэтому Если вы хотите Данные темы освоить Мой совет Обращайтесь к профессионалам К экспертам К людям Которые в этом разбираются Потому что здесь Огромное количество нюансов Друзья Я специально выбрал Ту позицию Когда Отступаю И вот эта вот тема С отступлением Она Вообще мертвая То есть Если вы сделали шаг назад Вам хана Просто хана То что делал Игорь Когда он пошел в атаку Это единственная Приемлемая ситуация Вообще При таком Каком При таком Раскладе Делайте все Последовательно Постоянно И у вас все получится Тренируйтесь всегда Тренируйтесь постоянно Подводя Итог Еще раз Не спешите В своих тренировках Планомерно Постепенно Подходите Попробуйте Методику Которую я вам предлагаю Я уверен Что она поможет вам Хотя бы на несколько ступенек Продвинуться Но еще раз повторю Если вы хотите Действительно Овладеть Такими вещами Обращайтесь К опытным экспертам К инструкторам К людям У которых есть Подобный опыт Потому что самостоятельно Это сделать Крайне сложно Спасибо за внимание С вами был Игорь Шпеньков Оставайтесь на моем канале Мы дальше будем Разбирать эту тему И будут еще много Классных видео Спасибо Спасибо